Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели, в эфире передача «Якутск. Сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, со мной также в команде мои коллеги Мария Сумхалырова и Ольга Степанова. Сегодняшний эфир я хочу начать со стихотворения Ирэн Дрозд. Вы так сильны, как трудно душу людям открывать, но невозможно груз души носить десятилетия. Если вы ребеночка особенного мать, то и сама особенная на столетие. И вам бесспорно есть что рассказать. Жизнь, как у вас, не каждому дается. Завтра, 23 марта, в Якутске пройдет семинар для мам особенных детей в рамках проекта «Обнимаюсь сердцем». На площадке будут раскрыты правовые вопросы поддержки родителей особенных ребятишек и практики самопомощи, как быть маме в ресурсе, как избавиться от тревожного состояния, а также пройдут уроки красоты. Сегодня у меня замечательные гости в студии, и разрешите мне их представить. Анна Федорова, автор инклюзивного проекта «Обнимаюсь сердцем», организатор семинара «Дневники мамы». Николай Павлов, официальный визажист проекта «Мисс Новая Якутия» 2023 года, гример спектакли «Саха театра», художник-гример проекта «Преображение» журнала «Журфикс» и партнер семинара. Александра Кардашевская, совладелица семейной базы отдыха «Четыре сезона», тоже партнер проекта. Дария Макитова, руководитель студии «Ресниц Лэш Тайм», мастер-преподаватель, индивидуальный предприниматель и тоже партнер проекта. Я вас очень рада приветствовать сегодня в студии. И, конечно же, первый вопрос с Каней. Расскажите, пожалуйста, о проекте. Да, с удовольствием. Спасибо, что пригласили в эту уютную студию. Проект наш работает уже с 2022 года. И вообще дневники мамы мы планировали тогда еще уже начать. У нас была выставка, которая выставлялась в смарт-библиотеке на третьем этаже. Но на тот момент не удалось набрать достаточное количество мам. Ну и мы не были знакомы с мамами. И в конце этого года мы каждый год уже, ну два раза, да, два раза в этом году будет третий год, проводим инклюзивный концерт в культурном центре Сергиляхские огни. И там был один из номеров, который меня очень вдохновил. У меня просто взорвалась бомба в душе, когда я увидела этот номер, когда мамы с ребятишками вышли. Вот нам тяжело выступать на сцене, да, и каково детям выступать на сцене, и скольких усилий это стоит. И когда ты это понимаешь, то все приобретает вообще другие смыслы. И мы созвонились с ангелами добра, ну, волонтеров нашего движения, мы так называем. И Руфина Осипова, она тогда была автором этой идеи, снова вытащила, скажем, да, вот эту тему. Говорит, может, мы реанимируем и начнем собирать дневники мамы. И, да, действительно, мы поняли, что мы это можем уже делать. И к нам доверия больше, и мы больше знакомы с мамами. Мы знаем личные истории. И поэтому это очень нужная и полезная тема для общества, я считаю. И поэтому вот 23 марта мы проводим семинар, приглашаем всех мамочек. Это будет семинар не про детей, это будет семинар про нас, про женщин. Он будет вдохновляющий, поддерживающий. И с удовольствием вас приглашаем. 23 марта. Да, завтра. А место проведения? Смарт-библиотека, это бессменные наши партнеры, нас поддерживают. На третьем этаже 302-я аудитория. И вот хочется сейчас обратить внимание на партнеров. До начала буквально, когда мы с Ольгой, с Анной Фёдоровой готовили вот этот вот выпуск, я поняла, что вот этих вот участников, люди, которые отзываются, да, которые хотят помочь прийти, стать участниками проекта, их много. Да. Я ваш сайт посмотрела, и там такие... И вот сейчас они у нас в гостях. Да. Николай, Дария, Александра. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о проекте и как вы к нему пришли? Здравствуйте, дорогие телезрители, радиослушатели. Мы в прошлом году с Анной познакомились на женском ретрите, который у нас на турбазе проводился. Очень подружились с этого времён. Она нас поддержала. Мы тогда были уже только начинающими предпринимателями. И по зову души я всегда знала, что состояние мамы очень влияет на семью. Это мне заложилось ещё в моём детстве, потому что моя мама, к сожалению, стала инвалидом, когда я только-только родилась. И поэтому я всем душой, телом знаю, как это быть воспитанным без матери. И поэтому я решила проводить в прошлом году ретриты такие вдохновляющие, когда женщина отдыхает от рутины. В прямом смысле слова, чтобы не сойти с ума. Некоторые думают, что вот быт, многодетность, вообще очень... Человек, да, женщина особенно начинает как-то все замыкаться. Да, замыкаться, ты сама родила, сама смотри. Попросить поддержку, это совсем как будто ты сильная, независимая, ты ещё должна быть предпринимателем, зарабатывать. Ну вот такие вот у меня ощущения были. Я сама была начинающим предпринимателем. И у нас семейный турбизнес. Вот этот турбизнес к нам... Я даже не хочу говорить бизнес, это как предприятие, это тоже душевное такое наше детище. Да, да, да. И поэтому вот как раз судьба свела нас. Я сама хотела вот так именно помогать женщинам, только женщинам... Ну, я могу помочь и женщинам, чтобы они потом помогали своим детям. Ну, такое ресурсное состояние, чтобы у них было. У вас добрые. Смотрите, как раз сейчас показывают вот фотографии, да, это мы с ангелами в мае отдыхали у Александра на турбазе. Хорошие эффектные фотографии. У нас совсем нету связи, женщина полностью отдыхает, уже переключается от бытовых... Там дитям надо в садик туда-сюда. Это я, например, мама одного ребёнка, и то я вот не успеваю. Представляете, какое это вот... Ну, вот и сама тоже знаю, в детстве всё это прошло, и с всей душой хочу, чтобы женщина отдыхала. Именно душевно. Спасибо. Будем знать. Дария, как вы пришли к проекту? Здравствуйте, меня зовут Дария. Я знакома с Анной примерно второй год. Очень хороший человек, очень светлый, творческий, всегда такая общительная. Когда Анна мне предложила, я не могла отказаться. Потому что я знакома с этим. У меня есть знакомая, одна моя подруга, она с ограниченными возможностями. И я только тогда заметила, что им трудно. И помочь детям, и это вообще во благо. Да, это... Спасибо вам за ваши сердца, за ваши души, такие отзывчивые. И то, что вы идёте навстречу и помогаете людям. Николай, вы, работая в Сахатеатре, в таком тоже плотном графике, своим рабочим, вы в своё свободное время идёте и посвящаете прекрасной половине проекта. Да, всем привет. Ну, начну с того, что, как мы тоже познакомились с Анной. С Анной мы... Вообще заочно я про Анну уже знал со второго, наверное, концерта. Получается, потому что в тот момент мы тоже самое собирали команду для мероприятия. То есть мы собирали целую команду стилистов, визажистов, мастеров по волосам, чтобы они привели в порядок для выхода участников. То есть это то же самое, это огромная работа. И потом уже в декабре, по-моему, последний, который концерт проходил, мы там то же самое... Ну, представляете, скорее всего, то, что для бьюти-индустрии декабрь это очень такой насыщенный момент. И при том, что у нас в Сахатеатре тоже начинаются в этот момент концерты, всякие спектакли. Но мы всё равно собрали команду и всё равно там готовили и собрали детей на сам концерт. Вот, извиняюсь, что перебиваю, я так поняла, что в вашей команде стилистов, визажистов и костюмеров много. Да, я не один. Я просто, получается, ну, как руководитель, возможно, этой команды, получается. И, соответственно, если есть такие мероприятия, вот Анна к нам обращается, и мы собираем целую команду, и, соответственно, мы туда едем. И, соответственно, всё обрудувание, всё мы с собой, всё с собой частью. Да, на инклюзивном концерте, мы же вместе с командой, вот которой Николай работает, впервые в республике провели инклюзивный показ мод. Вот то, что мы выводим детишек на сцену, да, это просто мечта, радость, и столько отзывов потом мы получаем о том, что моя дочка чувствует сейчас себя женственной. Она уже, ну, она поверила в себя вот после того, как она вышла на сцену на показ мод. Становятся более уверенными. И почему я участвую вот в этом проекте, чтобы придать такую же уверенность матерям, чтобы вот, я думаю, то, что просто вот нанести тональную основу, грубо говоря, поманду, сделать брови, это уже поднимает настроение женщины, особенно по утрам, особенно когда она устала. И вот это вот хотя бы 5 минут, которые она уделяет себе, это уже отдых, это уже, так скажем, поднятие настроения для себя и немножко уже почувствовать себя женщиной. Мария, могу я ещё добавить о тех партнёрах, которые, ну, к сожалению, сегодня не смогли участвовать на этом эфире. Я хочу обратить внимание на одного из наших партнёров. Это Евгений Николаев, это массажист. Он подарит 5 сертификатов бесплатных, да, для участниц нашего семинара. Это человек просто с какими-то целебными, лечебными руками, и вот именно он после операции меня поставил на ноги, да. Плюс я хочу сказать о Дарии Фёдоровой. Это салон красоты Дашанти. Она подарит одной из мам полный спектр услуг косметологических, включая инъекционные. Ну, то есть это тоже достаточно... Плюс я хочу... Я скажу, что это процедура не очень. Это дорогая. Это дорогая процедура, да. Плюс Сусанна Рожина. Она является сама мамочкой ребёнка с ограниченными возможностями и тоже дарит визаж, прическу. То есть у нас получилось на данный момент авторов 20. Да, 20 авторов. И мы на семинаре готовы вот каждому из участниц сделать подарок. И плюс, я имею в виду, не только авторам, но и участницам тоже. Это к тому, что, Мария, действительно очень много людей откликается. Мы ни за кем не бегаем, не упрашиваем. Это как-то вот как будто просто поток какой-то происходит, и я вот очень благодарна, ребят, вам всем, что вы откликаетесь за то, что вот это как-то, ну, трогает вашу душу. Ну, я так думаю, что когда вы только начинали свои первые шаги, наверное, вас, скорее всего, ещё там чуть-чуть не так сильно было. Всё то же самое было. Абсолютно всё то же самое было. Когда мы... Вначале у нас была выставка. И я просто обратилась также к своим друзьям, что давайте профинансируем выставку мир особенных людей. И плюс мы проводили, получается, как экскурсию. Люди одевали наушники, потом одевали непрозрачные очки, проходили через лабиринт ощущений, да, с тем, чтобы каждый мог вообще на себе почувствовать, каково это, не видеть, не слышать, ну, пять минут, десять минут. А люди же годами, да, всю жизнь в этом живут. И я очень хочу, чтобы наши дети росли в более здоровом обществе. Потому что мамочки, я читаю их истории, и я вижу, с чем они сталкиваются. Я не скажу, что потому, что общество жестокое. Просто от непонимания, от, ну, я не знаю, в общем, все мамы сталкиваются с тем, что вот ты плохая мама, ты не умеешь воспитывать ребёнка. Ну, потому что ребёнок, скажем, ну, не совсем нормально, скажем, восприятие нас на себя ведёт, например, да. Далее, вот вы бухаете и вы рожаете таких детей, да. Ну, то есть, с таким порицанием, с таким осуждением мамы все встречаются. И почему-то так всех под одну косу. Да, да. И мамам от 20 и до плюс-плюс-плюс лет ни одна мама не мечтает о том, что у неё может родиться такой ребёнок. Но когда я общаюсь, я очень многому учусь у этих мам. Насколько они сильны, насколько они... Ой, волнуюсь. Насколько они преодолевают испытания, трудности. Ну, и радости тоже, конечно, да. Мне кажется, такие люди больше ценят жизнь, они понимают её важность каждого дня, наверное. Да. Потому что особенные дети, это всё равно практически как каждый день, да, по какой-то грани такой. Да. Ищу плюс общество, да. Да. Какая-то часть общества не принимает, не понимает, обвиняет. Да, и поэтому этими дневниками мы хотим показать, какой вклад эти девушки вообще в жизнь людей, в общество тоже, да, производят это раз. Два, с какими трудностями они встречаются. И три, мы хотим создать такое пространство взаимопомощи. Потому что не случится так, что вдруг и перестанут приходить такие дети. Нет, это всё. А жизнь в семье кардинально меняется, когда особенный ребёнок появляется в семье. И когда вот мама, которая попала в такую жизненную ситуацию, будет знать просто, что есть и другие мамы, которые прошли через этот путь, они справились и обрели счастье. Не груз вот и обвинение, и вина, да, на себе, и стыд. Они обрели счастье, и у них всё хорошо в жизни. И мне кажется, им даже вот, зная вас, да, вот всех, им в душе будет спокойно. В душе спокойно от того, что есть такие люди, которые придут к ним на помощь, которые и красоту наведут, да, и на базе дадут отдохнуть, и вместе с такими же женщинами, мамами, да, поделиться там. Это, скажем, в любом случае, да, вот это вот обмен энергии, я же это называю. Если есть кому послушать тебя, высказаться. И понять, главное. Да, да, да. Понять, ладно, но вот кому есть высказаться, да. И вот этот вот про дневники мамы, которые я прочитала, вот когда будет его презентация? Ну, у нас он будет длиться до декабря месяца. То есть в декабре на инклюзивном концерте, вот уже ежегодно, да, ежегодно, мы презентуем уже аудиокнигу. Но пока мы нацеливаемся на аудиокнигу и тоже будем просить... Ну, я с вами, я в судьбе каждого человека. Люди вот так вот, смотрите, вы как появились в жизни. И я тоже хочу, чтобы вы у меня в жизни появились. Я, да, я готова тоже участвовать. Вы видите, как классно. Вот так все происходит. Это замечательный проект. Я вот хочу особую благодарность Коле, Николаю сказать. Понимаете, там будет много же мам, да? А я знаю, что у Николая график очень плотный. Декабрь месяц, конечно, там... Нет, нет, не декабрь. В течение вот... Ну, сейчас же с марта по декабрь, да, то есть там Николайна идет время для того, чтобы пригласить группами, ну, потому что много участниц, группами к себе на бесплатный мастер-класс. Это же просто-просто-просто. Где мы еще? Ну, у вас еще самое главное, что еще у вас есть своя команда, которая тоже придет и поможет, да, и поддержит. Ну, на концерте мы на них смотрим. Ну, после концерта, да, я вот читала вот эти вот отзывы прям. Очень многие говорили, что это прям за душу, за сердце и... Участник один... А где клип какой? А один из участников, да, концерта, Андрей Чупиков, он же на каком... Я смотрела его тоже, ну, на передаче он какой-то участвовал и говорила о том, что ни на одном концерте звезды не было так много людей. Люди сидели на балконе, люди заносили дополнительные стулья, люди сидели на ступеньках лестницы, и даже некоторые не попали в зал. Вот это называется полный аншлаг. Ну, потому что эта история душевная и искренняя. Да, о настоящем, о жизни. Вот мы очень будем... Я буду ждать очень презентацию этой книги, чтобы почитать вот эти вот истории мам. И благодаря вам они не закрываются, они открываются и идут. Ну, это очень большая смелость. Очень большая смелость, особенно, как я считаю, для якутской женщины, открыто сказать... У меня особенный ребенок. Да. Я так не хочу с вами с первым боком расставаться, но у нас буквально несколько секунд осталось, и я, как редактор передачи всей нашей команды, хочу вам сказать огромное спасибо. Я вместе с вами, и до новых встреч. Спасибо большое. Это завершен первый блок. Во втором блоке у нас тоже будут гости по этой же теме. До свидания. Не до свидания. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире передача «Якутск сегодня» и мы продолжаем разговаривать о замечательном, таком особенном проекте семинар для мам особенных детей, который пройдет завтра, 23 марта. У меня в гостях вторая группа моих участников. И разрешите представить. Любовь Андреева, индивидуальный предприниматель, тренер, педагог, соорганизатор семинара. Добрый день. Добрый день. Анна Ионова, директор муниципального бюджетного учреждения Кобяйская улусная библиотека имени Сметанина, участница проекта «Дневники мамы», куратор инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем» в Кобяйском улусе. Здравствуйте. Дилара Николаева, индивидуальный предприниматель, педагог, основатель языковой школы ВАУ Инглиш, партнер семинара. Здравствуйте. Здравствуйте. Идакия Николаева, педагог, преподаватель флористики, тоже партнер семинара. Да. Я вас рада приветствовать. Давайте мы зададим вопрос сперва любови о том, что нового вы готовите для авторов. В дальнейшем у нас намечается мастер-класс по гардинотерапии Евдакии Николаевой, студии «Доктор Грин». Также мастер-класс по арт-терапии нашей замечательной Веры Готовцевой, децентра Московского университета Института современной искусства. И далее есть еще, будут медитативные практики от Евдакии Айке и инклюзивный концерт наш «Раскрывая сердца» в конце года, в декабре. Там мы представим итоги дневников матери и до этого еще будут очень много различных мероприятий, к которым я призываю принимать участие. Ежегодные будут уже ежегодные концерты. Какой-нибудь вопрос. Как? Ну, всем здравствуйте. Я работаю в нашем, да, в Кобейском районе вот инклюзивного проекта и, конечно же, от имени нашего главы района и от моего коллектива я бы хотела поблагодарить, да, вот автора проекта. В проект мы включились с прошлого года, начинаем очень активно работать и в этом помогают нам наши коллеги это Марина Кострова, Татьяна Коткебец, Юлия Филиппа и Мария Эверстова. И, конечно же, нам очень помогают наши библиоболонтеры Сангарской школы и лицеи. Вот это вот такая плотная команда, такая в Кобейском усе уже собралась. Вы собираете мамочек, ведёте их, помогаете им, раскрываете их. А сколько активно получается? Ну, мы провели круглый стол, мастер-классы, уроки доброты. Я вот, я тоже являюсь ребёнком, особенного ребёнка и, конечно же, буду писать, да, буду участвовать в этом проекте. Расскажете свою историю дневники мамы? Да, буду рассказывать. Не начали ещё пока, да? Нет, я вот пишу, с нашего луса ещё участвуют четыре мамы, не только я. Замечательный проект, да, вот раскрыть и рассказать свою историю и помочь мамам, которые в такой же ситуации оказались. Девара, как вы пришли в проект? В проект я пришла по приглашению Любы Андреевой, Любови Андреевой, она мне написала. Ну, вообще, наша школа позиционирует себя как комфорт и свобода, ну, со словами этими. И мы всегда пытаемся поддерживать различные проекты, мы всегда поддерживаем школы, 26-ю школу, 33-ю, ЦГО, спонсируем генеральными директами, генеральными спонсорами и являлись в различных конкурсах. А также я в свою очередь сама запустила проект «С тобой, Якутия», наверняка слышали, да, женщины, которые подверглись к насилию. И сейчас мы с 8 предпринимателями запустили проект, которым мы будем помогать запустить бизнес. У нас в проекте 18 женщин, проект называется «Канаттан», «Окраляйся». Ага, «Окраляйся». Ага, и вот, конечно же, вот такие благотворительные большие фонды, да, ведь я правильно говорю, фонды, обнимая сердцем, я никак не могла пройти мимо, так как первый, мой самый педагогический опыт в 21 год я столкнулась, когда я, мне дали двоих детей слабослышащих, которые, с которыми было очень трудно работать. И с тех пор я уже знаю, что такое инклюзия, вообще, как работать с детьми и с особенными детьми, и также с их родителями. И каково этим родителям, и для меня это очень отзывается. И, конечно же, когда вот любовь мне написала, я сразу же согласилась. тоже посову в сердце, да? Да, конечно, в зубе сердца. А мамочки приходят к вам, и вы их учите английскому языку, я так поняла, да? Обучаю детей. Обучаю. А, детей обучаете? Обучаем детей. Еще и различные лагеры, разные мероприятия у них. Мы как школа существуем только год. И вот за год мы очень много добились, можно так сказать. Ну да, я уже большие молодцы. Поэтому я похвастаюсь. У меня команда очень хорошая. И такие же вот такие проекты, как обнимают сердце, ну, не знаю, никто не может пройти мимо, мне кажется. Никто? Я вот тоже просто... Девушки делают вообще очень огромное дело. Это и поговорить с мамочками, да, с такими детьми, это очень, это одна вообще сложность, да, имеется в виду поддерживать их. А они их мало вообще. мамочек у нас очень много, детей всех поддерживать. Это вообще огромное дело и огромная работа и огромный труд. И мы на самом деле партнеры, мне кажется, минимум, что делаем, чем они. На самом деле. А самую огромную работу делают организаторы. И как-то хоть поддержать, это для нас один час, не знаю, в жизни выделить. Вот, да, огромная благодарность партнерам, которые вот идут и помогают. А мамочки сами потянулись, раскрываются? Ну, потихоньку раскрываются, все равно же они сначала, да, отрицание идет. А, отрицание идет. Почему? Да, и когда вот рождается ребенок, особенно, каждый родитель все равно говорит, почему именно мой ребенок, почему именно... Самый первый вопрос, наверное, мне кажется. И потом надо принять себя и идти дальше. Евдокия, как вы пришли? Ну, начнем с того, что я преподаю в техникуме интернате для инвалидов по направлению флористика, да, но я туда пришла не сразу, я по общему образованию, в новом образовании биолог, человек, который работает всегда с растениями. Но как-то по воле судьбы шесть лет назад я ушла от растений и перешла в социальную работу и перешла на преподавателя и педагога по горденотерапии. Ну, мало кто сейчас знает, горденотерапия это садовая терапия. Ну, нам не кажется, что садовая терапия это у всех. Но тут поподробнее. Да, садовая терапия ее используют в основном среди пожилых людей, да, в реабилитации пожилых людей. Она очень, в принципе, ну, по практике мы поняли, что это востребовано именно для детей, для раскрытия детей, для мелкой, вот этой мелкой моторики, да, дети очень чувствуют растения. Они сами хрупкие, растения хрупкие, и у них такая взаимосвязь получается, и дети раскрываются, когда работают с ними. Они становятся внимательнее, спокойнее, прямо все лучшие качества ребенка там раскрываются при работе с растениями. Вот, и два года назад так, в конкурсе Министерства труда я выдвинула эту работу с растениями и с детьми, гордонетерапию, как лучшая практика среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Да, потом далее я перешла в техникум, преподаю сейчас направление флористика, тоже особо не распространенное у нас направление, да, у нас только-только начинают воспринимать флористику как что-то отдельный вид искусства, да, они наши понимают только букет все это флористика она такая объемная такая очень красивое направление вот и с ребятами вот с особыми образовательными потребностями мы эту флористику и в Якутию внедряем так сказать и в это время как раз с Любой мы давно знакомы еще с реабилитацией и она вот пригласила меня знает что у меня такая позиция что я люблю системность в работе что если образовательная организация работает с детьми с ограниченными возможностями то и некоммерческие организации да и люди которые вот желают помочь они должны везде всегда объединяться тогда вот должна быть такая сильная волна и да и эффект от него будет большой и тем более вот это вот этот проект обнимая сердце оно же очень я в прошлом году на концерте была прям такой мощный концерт такая энергетика сильная и прямо очень чистая энергия идет люди с добром идут на этот концерт да и помогают тем более и поэтому я решила с большим удовольствием согласилась соединиться и стать партнером и тем более вот гарденотерапией я могу там ребяткам помочь даже мамы да могут подойти вот на занятие гарденотерапией и спокойно там вместе со своими ребятишками посмотреть да поухаживать за растениями успокоиться да отделиться от суеты это вообще прекрасное направление вот ну про гарденотерапию и садовую терапию ну вот возрастная категория я так поняла вот садовая терапия она обширна и больше детям помогает ну она всем помогает в принципе да но вот детям эффект есть почему-то но он особо его не распространяют ну видимо потому что она сложная да поэтому в состоянии внедрения вот ну все получится мне кажется у вас все получится да должно получится мы же уверены а в завтрашнем семинаре вы все принимаете участие да обязательно еще раз повторим где будет проходить наш семинар будет проходить в смарт-библиотеке на третьем этаже будут мамочек и гостей будут встречать внизу ну у входа и будем раздавать еще билетики первый взыгрыш там призов будет и сегодня отметили что будет глава якутская Евгений Григорьев Григорьев присутствовать поэтому для меня это очень большая вот радость и ответственность ага а еще бы я хотела бы узнать вот Анна представляет Кобяйский улус да есть ли еще из других улусов представительница я есть с Чуропчинского улуса но я бы не сказала что я конкретно с Чуропчинского потому что ну представляю уже республику и со своим благотворительным движением Кусток мы уже на этом уровне вместе с реабилитациями вместе с родителями вышли уже года два-три назад вот так вы практически с самого начала да я ну в начале с начала да в начале и мы там как раз вот с гардинотерапией познакомили со своим сынышкой и я там сама вот вместе со своими детьми с другими детьми и вообще с родителями очень между собой тоже общались вот родители дружим сдружились мы одна конкретно стала семья и поняли эффективность и вот какие мероприятия необходимы для развития каждого индивидуально особенного ребенка у каждого свой случай разный индивидуальный и вот поддерживая именно гардинотерапию неврологических вот особенностями детей с особенной неврологией вот ну и плюс еще мамам помогает да и мамы потом еще подтягиваются тоже успокаиваются потом уже начинаем вот дома тоже сажать тоже интересно потом вот появились вот я именно заинтересовалась дневниками потому что сама пишу автор стихотворец мы там у нас еще вечера поезий были мы как раз вот Анна и Александровна там познакомились и там вот решили что дневники мамы будет ну в приоритете для тех кто мы на себе вот испытали трудности да сложности воспитания особенного ребенка и вот этот опыт мне кажется надо с остальными делиться чтобы развивать других потому что бывают разные случаи и совсем попадаются молоденькие тоже практически мамы молодого возраста и это на самом деле может сломать или сломить дух человека поэтому наш вот инклюзивный весь проект носит очень большой смысл а дневники матери мне кажется очень много вот выполняет задачи откуда будут выходить матери ну разные бывают иллюзии бывают психологические трампы всякое разное оттуда будут выходить именно читая другие рассказы потому что каждый рассказ индивидуальный и уникальный в жизни человек чувствует что он не одинок когда вот такие это самое главное когда читаешь вот в очень таких книгах по мотивации есть же вот такие фрагменты людей истории как они вышли и вот когда читают мамы могут сравнивать свою жизнь да и чувствовать что они не одиноки что есть люди тоже такой же категории да и как они вышли из этого положения из этой ситуации куда обратились да там же миллион миллиард вопросов что-то кому-то подходит что-то кому-то не подходит вот допустим есть ребенок с аутизмом куда идти вот это вопрос уже к другому родителю да вот общение очень помогает нам все вместе да и все равно вот если дневник и мама да какой-то родитель может ну да мама может узнать схожую свою ситуацию историю это очень помогает я думаю эмоционально психологически чтобы они больше не теряли времени потому что время на самом деле очень быстростично и вот на самом вот в ранней помощи очень надо вот это знать а когда вот это упускаешь момент вот этот до пяти лет до семи там уже может быть поздно может быть вы копались в каком-то другом месте ну может быть такое я вам от всей души вот желаю реализации этого проекта вы партнеры проекта вы вообще большие молодцы очень большое и к вам глубокое чувство уважения продолжайте свою работу надеюсь что мы еще когда-нибудь в этой студии встретимся спасибо всем большое спасибо телезрителям радиослушателям что были сегодня вместе с нами до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok